То, что Сочи прекрасен в любое время года, местные жители знают всегда. В последнее время с этим все чаще соглашаются и приезжие. Это подтвердилось во время наплыва отдыхающих в дни новогодних праздников. Но этот массовый заезд выявил и другие моменты жизни и работы курорта. Мелочи, которые влияют на общую картину, не вовремя убранный мусор, закрытые на праздники небольшие кафе и салоны красоты. Все это, по мнению главы курорта, может повлиять на решение гостей, приезжать в следующий раз в Сочи или нет. Поэтому и контроль за этими сторонами жизни города должен стать более строгим. Стоянка автобусов напротив вокзала. Недавно положенная плитка уже пострадала. Кроме того, и тротуары, и дорога нуждаются в дополнительной уборке. Отвечать организациям, которые следят за чистотой в той части курорта. Но, уверен мэр, и сами сотрудники транспортных предприятий несут ответственность за небрежные отношения и к проезжей части, и к пешеходной. И от управляющих компаний требуется больше ответственности. Контролировать, как они расходуют деньги, предназначенные для уборки территорий и поддержания в нормальном состоянии дорог и тротуаров, будут, пообещал мэр с помощью административного и уголовного кодексов. Восстановление парапета на набережной реки в Сочи продолжается. Некачественно сделанные конструкции меняют, но на это время подрядчик пообещал поставить ограждение для безопасности пешеходов. Обещает, будет готово к сегодняшнему вечеру. Что касается ремонта парапета, то контроль за процессом будет постоянным, как и за общим состоянием улиц города. И непогода не станет поводом для снижения требований. Невозможно туристу объяснить, что до этого у нас лежал снег. Эти туристы будут приезжать круглый год. Будет и международный турист. Уже буквально 17-го числа у нас будет китайская делегация, которая будет заключать договора. Ожидания у наших туристов тоже очень высокие. И, конечно, нам очень важно, чтобы качество услуг было соответствующее. Ответственность бизнеса за облик курорта. Эта тема остается актуальной. Глава города намерен провести встречу с сочинскими предпринимателями, чтобы напомнить им об этом. В конце концов, в этом заинтересованы все. Это вопросы прибыли и имиджа курорта в целом. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.